здравствуйте дорогие любительницы косметики и лакоманьяки вот сегодня четверг день юпитера я в оранжевом и решил продемонстрировать вам коллекцию своих лаков желто-оранжевых оттенков но что-то там с бронзой и то да сё на мне сегодня блузка и топ стеке макс как говорят немцы вот янтарь настоящий настоящий необработанный янтарь он такой вот страшненький ужасненький ему очень много лет ему я сейчас скажу наверное он 77 года принадлежал моей мамам было были длинные бусы тогда было очень модно длинные бусы янтарные такие необработанные и я разделила на две части есть еще не ожерелье что забыла где он лежит надо найти и можно еще два раза сделать вот такие вот простенькие украшенец это у нас стеклярус такие какие-то простенькие тоже украшенец это я рассказывала про это кольцо это у нас кольцо с кене великих африканских кенийских дизайнеров такой вот из латуни покупала я в карштадт дортманде есть мне видео про это а это какие-то простенькие украшенец а так как оно небольшое и вот я вот так зажимая и мне кажется так интересно покажу вам лак который сегодня у меня на ногтях вот такой вот он красивый бронзово бронзовые тут с покрытием это у нас лаки ко мне нравится лаки ко хотя он не такой уж и стойкий красный лак вообще какой-то красивые оттенки но вы раскалывается а вот такой вот лак зеленый золотыми частицами у нас палец меркурия я его выделила в зеленый цвет так что у меня такая лекция лекция общения и про лаки и про астрологию про нумерологию про хиромансию вот этот у нас палец юпитера поэтому учитель все время такого грозит вам юпитер это планета учителей профессоров науки процветания у кого хороший юпитер гороскопе тут никогда не будет бедным я не знаю опять что звук задерживается но не знаю что такое посмотрим иногда кажется что звук задерживается виде выкладываю все нормально иногда по-другому но у меня есть настроение поэтому я говорю надо сидел с настроением с настроением если нет настроения то и не стоит делать а у меня такое бодренькое настроение так вот у нас этот палец вот этот палец это у нас планета юпитер много что интересно можно узнать из хиромантии я так думаю что ученые в ближайшее время все разгадают тайны хиромантии но линия как рассказывал изменяются надо смотреть своими руками фотографируйте свои руки смотрите да действительно линия меняется не могут измениться за один день и также быстро пропасть как и появились я это замечала особенно вот здесь у нас холм луны если предстоит какие-то дальние путешествия топ черточка появится какое-то обозначение она пропадает так что вот так вот юпитер планета учения поэтому вы можете заметить что в буддийских странах монахи ходят в оранжевом оранжевый цвет юпитер юпитера и также пишут что и золотой и золото но мне что-то подсказывает что золото и вот янтарь это больше так как бы к планете планете говорю к солнцу относится но ничего ничего был у меня один оранжевый лак от эссенс я его выкинула ну что добавлю про что-то я так скачу туда-сюда это знаете почему потому что у меня очень сильный хороший позитивный меркурий вот он меркурий такое скачет туда-сюда очень много информации я уже как рассказала меркурия это планета у него нет врагов у него все друзья если у других планет есть какие-то друзья и враги то у меркурия никогда нету ни друзей ни врагов он такой бегает между планетами и сплетни сообщает и общается и меркурий этого у нас покровителя интернета масс-медиа торговли он всегда юн зелен и весел такая как я и мысли у него также скачу туда-сюда туда-сюда поэтому вот был у меня план о чем я буду рассказывать и вспомнила что я была на шри-ланке такой прекрасный есть остров шри-ланка есть у меня видео что-то там надо обработать их запустить и возможно кому-то понравится была я в юридический юра там есть такие разделения отели просто отели есть с аюроведа направленностью какое-то трудно ужасное название суд халепа вот мне вот почему то я так называю суд халепа я найду вам название и внизу напишу в этом отеле я была там есть центр аюроведы но хочу сказать аэроведа шри-ланки отличается от аэроведы индии если вы хотите прочувствовать настоящую роведу не надо ехать на шри-ланку там такая профанация сделаю видео побольше а сегодня про юпитер ну вот там было что интересно что мне понравилось там была не профанация это была йога неплохой был специалист по йоге путра это без оплаты вылезаете и занимаетесь правда одеваете длинные штаны такие йоговские как-нибудь покажу вам потому что комары кусаются меня кусали у меня кровь вкусная хорошая вот они меня кусали старых не кусали много там были было людей с россией и там был один раз в неделю по-моему по четвергам вечерком приходил монах там много очень храмов буддийских приходила буддийский монах и он проводил один час значит у нас была или полчаса медитация рассказал медитации дал с этими листочек про медитацию есть метод где-то листочек и есть фотография фотографии делала там кому-то выкладывала когда-то вот он был в оранжевом по-моему он был в оранжевом буддистане и в общем что хочу сказать буддизм это не религия буддизм это улучение и она мне очень импонирует поэтому у них таких каких-то великих догм нету поэтому все стремлятся в тибет буддистские страны потому что они такие не напряжены и что хочу сказать да реально этот человек создавал такую атмосферу атмосферу что медитация проходила успешно успешно по-моему раза два-три я у него была на медитации он меня запомнил мы с ним пообщались еще после того как все разбежались и он говорит да у тебя на второй раз уже получалось медитировать но вот все-таки нужен учитель в любом деле и даже в медитации нужен учитель тем более такому как человеку как мне у которого бегающий Меркурий и я сама почувствовала что вот именно его флюиды его поле энергетическое именно настраивало меня на нужную волну в общем потрясающе интересный человек он в принципе мог и видеть я так думаю будущее прошлое для них это не трудно они обладают этой методикой в общем то он говорит да как я могу а я у него спросила я говорю вы видите мою ауру например он говорит да могу видеть ауру но мне надо настраиваться вы должны как бы отдельно прийти и в общем все в таком духе поэтому вот оранжевый цвет это Юпитер это вот я так думаю что и религия не религия учения буддизма это вот и Юпитер Юпитер позитивный он такой вот если Сатурн там ого-го как придет в вашу жизнь так как говорится зашторивайте окна а если негативный Юпитер приходит в жизнь ну это такое знаете добрый дедушка пальчиком вас а Сатурн это ремнем по попе и поэтому такая вот 10 минут я болтаю всякую ерунду ну возможно это будет вам интересно натолкнет вас на кое-какие источники почитайте посмотрите будет настроение расскажу нумерологию астрологию еще там про Юпитер ну вот у моего мужа отличный Юпитер в гороскопе в общем-то так но мне как-то с Юпитером не повезло но повезло в других планетах вот начнем с сенс я это уже показывала вот видите такой радостный оранжевый цвет это у нас присыпка на ногти я как-то делала занималась такой вот ерундой такие вот в стеклянных баночках посвящено было значит вива бразиль чемпионату мира вот такую они коллекцию выпустили со скидкой это стоило 1 евро что там 95 центов ну вот такую присыпку я еще пользуюсь иногда для всяких поделок всякие там покупая какие-нибудь керамические разрисую сам скульптурки и вот посыпала я раскрашивала снегирька какого-то там птичку райскую так потом вот такая коллекция была 3d по-моему колорама оттенков оттенков значит тоже недорого я их покупала кое-что покупала за полную цену кое-что нет со скидкой это в дм у нас стоило 95 центов тоже в последнее время дм у нас ничего не скидывает что хочу сказать вот этот вот синий видите вот этот вот синий лак вот он ужасно ужасно поэтому у меня ногти от него до сих пор синие если я от лака мавала синий сходит отлично то вот от этого лак синий сходит кожа еще синяя представляете ну вот эти покрытия они классные я хочу сказать вот это и вот это покрытие еще там есть серия покажу вам вот это вот да я уже показывала вот эти покрытия они отличные их можно покрывать на другие лаки и в общем то лак дольше держится и красивых оттенков такой красивый оттеночек вот такой видите такой вот оранжево-золотое ну он красиво переливается такая лака цветная терапия так вот этот вот видите оранжевый оранжевый такой цвет но если покрыть просто ногти оранжевым цветом кажется что у вас ногти больные а вот как вот я сегодня совершила вот смотрите здесь покрыт лак сверху ну что тут какой-то оттенок красивый приобретает можно варьировать что-то вот этот лак у меня на ногтях еще раз его покажу сейчас закончим с катрис я так думаю что вот эту коллекцию уже не выпускают называется color on go быстро высыхает значит лак у нас почему я его показываю потому что там золотые частицы вы видите очень красиво смотрелся на ногтях кстати не выбрасываю я взболтая есть у меня еще средства для разбавления на лака лака от P2 так что вот не выбрасываю пусть будет эконом не надо жить вот такой вот такие там золотые частицы в сиреневом цвете серая в сиреневом цвете ну а мое мнение о лаках эссенс портят они ногти вот как я уже сказала вот это синь-синь вообще ее не знаю когда я выведу со своей кожи а теперь перейдем к катрис катрис я люблю я уже всегда это говорю и устраивают меня кисточки и все мне устраивает кстати интересно вот в этой кисточке я заметила что для кико красного тоже использовали вот видите так удобно такая хорошая удобная кисть это по-моему лимитированная коллекция была вот видите лак такой золотисто-бронзовый вот здесь вот он настоящего цвета вот здесь эти два пальца это вот цвет а вот это уже с покрытием вот этим оранжевым давно покупала видите использовала очень часто но качество совсем не меняется половина и все отлично держится и держится кстати он неплохо так хоть вот этот тоже лак такой непонятный ну я думаю можно отнести потому что здесь оранжевые отблески очень красивый лак там какая-то слюда она так красиво переливается и золотые частицы и значит у нас синие зеленые серые цвет красивый вот можно смотреть на этот лак и медитировать и видите качество лака тоже отличное долго он у меня видите половина пользовалась успешно долго все тут уже послезала это лимитка кстати что там с кистью да видите тоже такая вот кисть удобная вот она такая плоская плоская видите все нормально подстрижено не знаю что там кто-то ругается все нормально так ну вот это какой-то цвет он розово розово-бронзоватый серебристый я уже говорила это была лимитированная коллекция не знаю сейчас стоят на сценах я не смотрю на лаки в последнее время все хватает но содрать его с ногтей очень тяжело вот это мне не нравится эту слюду сдирать есть конечно говорят какие-то там средства чтобы быстро все это содрать не знаю может это посоветуют что средства можно побыстрее содрать слюду но вот простыми жидкостями очень трудно содрать эту слюду с ногтей с ногтей так а лаки я не выбрасываю потому что можно для поделок использовать красить же ну лак лак краска краска так это какой-то неизвестный науке зверь вот это вот кисточка они от этого флакона флормар называется флормар покупала я этот лак он был с такой тоненькой-тоненькой кисточкой здесь у меня от другого лака мне что-то больше понравилось вот эта тоненькая-тоненькая кисточка там видим какие-то рисунки рисовать покупала я в отлет-центре Метцингер там есть парфюмированный магазин с косметикой с парфюмерией не знаю было ли там что-то дешевле в этом отлет-центре я вам купила один парфюм внизу напишу что за парфюм есть у меня ссылка я делала обзор на фрагрантике тоже красивая была упаковка интересная такой незатейливый аромат и вот еще вот этот лак прикупила дайксис еще что-то прикуплю только он смешной мы уже перейдем сейчас дорогим лаком вот этот лак мавала называется 102 кубер еллоу вы его часто могли видеть на моих ногтях я выделяла вот этот палец это у нас палец планеты солнца вот видите он такой салатово-золотистый красивый красивый-красивый да ничего не отнять мавала делает красивые лаки и позиционирует себя что значит под лаком ногти дышат но скалываются они быстренько как они наносятся они хорошо быстренько но хочу добавить с первого раза никогда не добиться красивого результата от лака мавала надо покрывать всегда два раза выноски он обыкновенный покупала я в ткмx там всегда бывают скидки на эти лаки а если в карштате они бывают эти лаки они дорогущие дорогие они лаки за такой пузырек что там около 5 евро отдать нам не горю а в ткмx можно 3 за 5 купить там были скидки вообще там за евро 3 штуки скидывали бывают такие в январе скидки в феврале так что вот такой вот интересный лак ну вот видите используюсь найден ноготь что-то знаете все покрывать ногти вот этим лаком как-то дико смотрится мне кажется а вот выделять один ноготь вот я выделяю синим от мавала потрясающие синие оттенки переходим к этому лаку он тоже дорогой от этой фирмы легендон дэнди как я читала про эту фирму что дескать основатель фирмы он сам специалист по педикюру маникюру и вот он создал значит фирму и которая делает лаки лаки у него хорошие пожалела что я не купила была такая огромная косметичка с по-моему 7-8 лаками вообще стоило вообще какие-то 7 евро скинули по-моему с 30 не купила потому что не знала качество а качество у этой фирмы отличное долго держится сок нет хорошо такое покрытие красивое глянцевое ну вот я его показываю потому что он какой-то такой вроде желтоватый какие-то там блесточки тоже разноцветные чуть-чуть напоминает этот но у этого просто от катрис быстрее эффект видим а это такой нежненький оставлю вам такой ой видео такое получается длинное в общем-то лаки вам показала про эти все практически лаки и я рассказывала в предыдущих каких-то видео там покупки в теке мекс там еще какие-то покупки ну вот так вот я вот хочу сказать свое мнение что я там говорила что я не буду никогда покупать лаки от эссенс но все-таки более-менее какие мне понравились я сейчас вам скажу хотя это не входит в эту тему ну вот для ног продают их продают их в магазинах в Кауфланде у нас за 1 евро поскидывали и продают их не на стендах а где там для ног все вот этот мой любимка по качеству хотя вроде сделаны они в одном мейтинфлоранс на одном и том же заводе но почему-то качество какое-то разное как они пишут покрытие с одного раза такой цвет не верьте обманывают подло вот по-моему у этого лака да а вот этих двух нет держатся они достаточно долго использую я их на руках а не на ногах так что вот вот этот вообще лак он наверное какой-то свежачок вот это видимо был такой уже загустевший и он в первый раз покрывается а вот это с пятого раза наверное покрылась у меня красиво чтобы такой цвет вышел ладно все заканчиваю потом сделаю уже о розовых лаках вам бить его будет настроение веселаемый гаргиды